Битва при Мактане, сражение на Филиппинах, произошедшее 28 апреля 1521 года. Воин Лапу-Лапу, один из правителей филиппинского острова Мактан, разбил испанские войска под командованием Фернана Магеллана, который погиб в этой битве. Предыстория. 16 марта 1521 года Фернан Магеллан, совершающий свое кругосветное путешествие и ищущий путь от Малукских островов к Испании, увидел на горизонте горы, сейчас называемый Самар. На следующий день он приказал своим людям бросить якорь у берега острова Хамон-Хон. Магеллан и его команда были первыми европейцами, посетившими остров. Его беседа с Раджами Куламбу и Сиагу, правителями области Лимасава, закончилась мирно, и они сопроводили его к территории Себу, где жил верховный правитель острова Хумабон. Магеллан сумел обратить его и его жену в христианство. Король при крещении получил имя Карлос в честь короля Испании, а его жена имя Хуана в честь матери короля. Память об этом Магеллан отдал королеве фигуру младенца Иисуса как символ их нового альянса. Под влиянием Магеллана Раджа Хумабон отдал приказ всем своим вассалам помогать кораблям Магеллана продовольствием и обратиться в христианство. Большинство вождей подчинилось приказу, но Дату-Лапу-Лапу, один из двух правителей острова Мактан, был единственным вождем, воспротивившимся этому. Лапу-Лапу также вообще отказался признавать верховную власть Хумабона. Раджа Хумабон и Дату-Зулу предложили Магеллану отправиться на остров Мактана силой своего авторитета заставить Лапу-Лапу подчиниться. Магеллан увидел в этом шанс для укрепления налаженных дружеских связей с правителем региона Весей и согласился помочь ему подчинить мятежного вождя. Битва. Согласно записям историка Антонио Пегафеты, в ночь перед битвой Магеллан пытался словами убедить Лапу-Лапу подчиниться Хумабону, но это ему не удалось и, видя агрессию со стороны его воинов, Магеллан отступил. На следующее утро, 28 апреля, Магеллан снова отплыл к Мактану с отрядом из 48 вооруженных мечами, топорами, щитами, арбалетами и ружьями людей. Из-за скалы кораллов около берега Магеллан был вынужден бросить якорь вдали от него, поэтому не мог использовать огневую мощь орудий своего корабля. В будущей битве войска Лапу-Лапу насчитывали примерно 1500 воинов. Магеллан попытался напугать их, сжигая несколько домов прибрежной деревни Булайя, но это лишь усилило ярость воинов, набросившихся на европейцев. На Магеллана напало множество воинов, он был ранен отравленным копьем в ногу и филиппинским мечом Кампелланом в руку. Войска Лапу-Лапу одержали победу, сам Магеллан был ими убит, однако многим другим, включая хроникера событий Пегафету, удалось бежать к лодкам. Пегафета сообщает, что, помимо Магеллана, было убито как минимум три европейца и несколько туземцев, перешедших в христианство и сопровождавших их. Хумабон и Зулу, союзники Магеллана, наблюдали за битвой с расстояния, однако не сделали ничего для того, чтобы помочь ему. Пегафета сообщает, что Хумабон предложил Лапу-Лапу, что если тот вернет тело Магеллана и других убитых, то он даст взамен столько товаров, сколько тот пожелает тело Магеллана. Тем не менее, так никогда и не было отдано туземцами. Некоторые из участников экспедиции, переживших битву и вернувшихся на Себу, были впоследствии отравлены на праздники, которые дал король Хумабон. Последний корабль испанцев под руководством Мелькана достиг Испании в 1522 году, завершив первое в мире кругосветное путешествие. Битва в филиппинской истории. Сегодня Лапу-Лапу почитается на Филиппинах как филиппинский национальный герой, первый, кто противостоял европейским захватчикам. Хотя на тот момент Филиппины не представляли собой какого-то единого государства и даже не имели общего названия. В честь Лапу-Лапу названы различные объекты на территории страны, а на месте гибели Магеллана установлен храм, где стоит статуя Лапу-Лапу. Рядом с ней есть полуразрушенный обелиск, воздвигнутый в честь Магеллана испанскими колониальными властями и сильно поврежденный после американской оккупации Филиппин.